Книга «Открытым оком», 8-й том, тема Святая Библии, вопрос, 2017. «Неужели никто не мог додуматься, что надо искать руководство в Слове Божьем, что не в землю взрываться нужно, а идти по земле и проповедовать другим благую весть?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Создается такое впечатление, что Библию как бы тщательно прятали, изничтожали, чтобы путь истины хранился только у посвященных. А они на полном серьезе верили, что главное это иночество, это удаление от мира, сохранение девства и как можно дальше и дальше бежать от мира. Какой антихрист, какой враг из самых злейших врагов Христа мог так искадить совершенно ясное повеление Христа идти в мир, сеять Слово Истины? Марка 16 глава 15 стих. «И сказали им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Иоанна 17 глава 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Ссылаются на Антония, а дальше уже само это передавалось, учились друг от друга. Иоанна 15 глава 27 стих. «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Деяние 1 глава 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Примеры жития святых. Саввы сербский, 12 января. «Отягченные пиршеством и продолжительным бдением, стражи во время чтения кофизм заснули на своих местах в своих седалищах. Воспользовавшись всем обстоятельством, Растько приказал одному из своих слуг надеть его одежды и стоять на его месте до конца богослужения. Сам же пошел в святой алтарь, произнес там иноческие обеты и переодетый вышел, неузнанный из храма. Вместе с одним старцем иноком он зашел в пирк или башню и заключился там. Не теряя времени, он принял там иноческое подострижение с именем Саввы и облегся в иноческие одежды. Босыми ногами, в простой одежде он ходил по всему Афону, взбирался на самые крутые и высокие скалы, ходил по пропастям и стремнинам, отыскивая уединенных подвижников, ютившихся, подобно птицам, на едва доступных человеку утесах гор. Первое время по своему пострижению новый царственный инок Симеон провел в монастыре в Студенском, в Студеницком, навыкая иноческому правилу и исполняя первые иноческие послушания. Многие из вельмож, соревнуя благочестью своего государя, не захотели оставаться в мире, приняли пострижение и решили сопутствовать на новом пути своему бывшему государю. Когда Симеон решил отправиться на Афон, они последовали за ним. Стихотворение Потерю уже приобретенного непросто перенести, когда оно по сердцу. Когда срослось желанием к росту, что добровольно разом не отвергся. Оно, желанное, лелеемое нами, с собой заполняло наше время. И вдруг торнадо, оползень цунами, с кровати сбросило в молитву на колени. Внезапно ощущаем пустоту, не только на постели за обедом. Меняем отношение к посту, к чужим внимательней прислушиваемся бедам. И за столом внучат кормить не надо, не надо корм скотинке приносить, на дачу не спешить. Пожар, не стало сада, для техники не нужен керосин. Все-все, чем напоняло бытие, что время занимало в разговорах. У праведного Ивода Ивова такое житие. Огонь, крушение и всюду воры. Что станет с переломленную тростью, какой посев весной на пепелице, кровоточит под сорванную коростой, что возглаголем, оказавшись нищим. Испытывает нас любя спаситель, под ногти загоняет нам иголки, монашескую ряску на военный китель и шрамом выжжены любимые наколки. Что я имел, а мог и не иметь, мог не родиться и не жениться вовсе, на чреслах туже затянуть ремень, засев по целине, ждать новые колости. Наполнить закрома, заталить для наследства, янтарной благодарностью во славу Иеговы. Отныне благодарность будет главным средством, что Бог пошлет, а мы принять готовы. 2003 год. Игнатий Чиханович Лапкин.